В предложенном законопроекте нет заключения губернатора. Об этом я сказал в справке перед утверждением нашей повестки дня. В соответствии с регламентом этот закон не может быть рассмотрен сегодня. Это означает, что есть регламент, который обязательен для отдельных фракций, а есть регламент, который не обязательен для отдельных фракций. Вообще, зачем нам, нашему законодательству, регламент, если у нас есть Единая Россия? Раз нет заключения, касающегося денег, нельзя его рассматривать проходным вариантом. Теперь, по сути, великое благодеяние создала фракция Единая Россия. Она взяла текст постановления правительства номер 1234, дословно переписала его и облагоделилась нам новым законопроектом. Великий труд положила фракция. Вопрос, почему? В нашей комиссии по промышленности, экономике и собственности уже два месяца работает рабочая группа, куда входят представители трех комитетов правительства. Мы шлифуем это постановление правительства, какие-то здравые моменты внося в него. Поэтому этот законопроект шаг назад по сравнению с уже согласованными поправками в постановлении правительства. Поспешность мешает этой нормальной планомерной работе. Что говорить о компенсациях? Да не будет там компенсации, если там нет указания на то, что будет вместе употребляться или применяться закон оценочной деятельности. Дадут подачку в 20 тысяч рублей и все. Это не самое главное. А самое главное другое. Почему мы так срочно носим? Потому что назрела проблема. Когда она назрела? Уже треть плоскостных гаражей снесено. Обижена треть наших автомобилистов. Надо было раньше думать о народе Единой России. Хотя бы месяца три назад. А лучше бы год назад. Поэтому, на мой взгляд, этот законопроект носит сугубо популистский характер. Не имеет ничего нового. Он ничего не вносит в наши законодательства в практику города по сравнению с постановлением правительства. Санкт-Петербурга номер 1234. Спасибо. Спасибо. Следующим записался Михаил Иванович Бродский.